Итак, уважаемые любители футбола, мы с вами вновь в Сочи на центральном стадионе имени Славы Митревели. На матче футбольной национальной лиги, в которой встречаются команды «Жемчужина» Сочи, город Сочи и «Торпеда» из города Владимира. Игра началась, и сразу скажу вам о счете. Счет 1-0 в пользу футболистов «Жемчужины». Гол на 32-й минуте забил капитан команды «Жемчужины» Максим Деменко. Забил после передачи фланга Максима Бояринцева у Дениса. В высоком прыжке выиграл у защитников и сбросил мяч головой в нижний угол вратаря. Ну, по идее, вратарь мог взять этот мяч, но у него поехала нога, поле скользко, я буду еще о том говорить вам. И ему ничего не оставалось сделать, как посмотреть и проводить мяч, который вкатился в нижний угол ворот. 1-0, «Жемчужина» впереди. Вот только начался матч, и уже желтую карточку показал судья Петрову. Петров очень активно провел первый тайм, это центральный нападающий. Торпедовцы такой высокорослый игрок, имел момент в начале матча, после прострела с правого фланга, когда замыгал эту передачу с центра штрафной, ранене 11-метровой, сильно пробил рядом с боковой, со штангой мяч ушел за пределы поля. Затем тоже еще несколько раз угрожал, один раз головой не достал, удар не получился. Ну а второй только бил поворотом с острого угла, не сильно, и в углу без труда Чех забрал его удар. Ну вот, играют пока. Играют сейчас, Виктор, еще раз говорю, объявит по стадиону состава, потом я вам напомню, кто сегодня играет в командах. Ну, понятно, понятно желание Владимирцева, они владеют мячом, пошли вперед в первую минуту второго тайма, навес сюда перейдет, вперед Чех выходит из ворота и четко забирает мяч. Осипов контролировал, Петрова не допускал, чтобы он помешал батарею. Так что Чех играл спокойно, уверенно и забрал его. По правому флангу Смольников начинает атаку, ушел от одного, второго делает передачу в середину на игрока по правому флангу. По-моему, это у нас Назуева, Назуева не точно, не точно, я думаю, что эта передача вообще не нужна была еще, можно было еще идти вперед. Ну, решил это, я так думаю, там, наверное, игроку виднее, игроку виднее. Итак, уважаемые болельщики, кто же сегодня у нас на футбольном поле? Наши гости, футболисты Торпеды из Владимира, играют в белые футболки, белые, гетры белые, но они уже с трудом, можно сказать, что это белые, потому что гетры уже черные, темного цвета. Я еще раз напоминаю вам, что всю ночь и практически до начала матча шел такой нудный, противный дочь в поле очень тяжелом состоянии, поэтому белая форма через несколько минут Торпедовцев превратилась в такую темную-темную. В воротах Дмитрий Епифанов, номер 78, посмотрим за атакой Владимирцев, нет, не дает Смольников, сильным ударом разгружает, выбивает мяч далеко от своих ворот, борьба. Все, ну, Владимирцы я посмотрю, Торпедовцы. Опасно, очень опасно, удар! Гол! Очень опасный удар слева, не удар, а навес, прострел в середину, в штрафную, не разобрались между собой. Осипов, чех, ну, и Петров здесь мешал, пытался пробраться к мячу, мяч скользнул между защитником и вратарем, скользнул по траве и влетел в нижний, влевый от чеха к угол. Да, я сразу сначала и сказал, что вот все-таки, наверное, футболисты Торпеда будут атаковать больше. Они взяли сразу мяч под свой контроль и добились, и добились своего. 1-1. 1-1. Скорее всего, по-моему, это забил кто-то из защитников. Кто-то из защитников или полузащиты сейчас объявит, даже не было видно, объявит из-за пределов. И далеко-далеко это был удар. 49-я минута. Игрок под номером 19, Евгений Осипов. Ну, вот, определили судьи, что мяч отрикошетил от Осипова и попал в нижний ворот. Сильный удар Шмольникова? Нет. В верхний угол мяч летел, голкипер занял эту позицию и забрал его в руки. 1-1. 49-я минута. Плачевное начало для Жемчужины. Ну, будет интересно, сможет ли Жемчужина все-таки переломить ход игры и вырвать победу в сегодняшнем матче. Итак, опять о составах. Наши гости. Торпеда Владимир. В воротах Дмитрий Епифанов. Номер 3. Алексей Гермашов. Номер 15. Иван Каратыгин. Номер 25. Дмитрий Половенчук. И номер 5. В первом тайме играл под номером 5 Сергей Шалин. Его заменил в начале второго тайма Дмитрий Прошин. Это я вам назвал игроков линии обороны. Впереди, в середине у торпедовцев играют Алексей Кюргашкин, номер 19. Семен Фомин, номер 59. Номер 88. Илья Зимин, кстати, очень продуктивно проведший первую половину встречи. Также Артем Делькин. Ну и вот, я думаю, что это неожиданно было и для команды «Жемчужины», и для тренера «Сочинцев». Два нападающих все-таки выставил Дурнев. Два нападающих – это Александр Петров, номер 14, и Валерий Малышев. И вот я хочу сказать, что мне кажется, что заслуга все-таки Петрова в голе, который удалось забить торпедовцам, он нагнетал обстановку, мешал и вратарю, и защитнику, и добился своего. Осипов срезал мяч в свои ворота. 1-1. А тренер команды «Торпеда» Владимир – Евгений Дурнев. Футболисты «Жемчужины». Футболисты «Жемчужины» сегодня начали игру и продолжают в следующем составе. В воротах Марек Чех, номер 34, номер 14 Фархот Васиев, номер 19 Евгений Осипов и номер 25 Алексей Ревякин, а играл в первом тайме, ну, на 20-й минуте Ревякин получил травму, его заменил молодой защитник, член сборной молодежной России Игорь Голбан. Вот еще сильный удар очень подключился полузащитник и пробил метров с 30. Я еще раз повторяю, используя такую погоду, мокрый мяч, мокрое поле, вполне оправдан на этот удар. И, к сожалению, не так часто пользуются футболисты «Жемчужины» и «Владимирцы». Торпедовцы больше бьют издалека. По правому флангу набирает скорость Смольников, будет простреливать, нет, попадает в защитников за пределы поля. Игорь Голбан вышел вместо Ревякина и продолжает сейчас играть на левом фланге. Игорь Смольников, номер 88. Линия обороны, линия полузащиты состоит из следующих футболистов. Номер 8 Константин Зуев, номер 7 Денис Бояренцев, номер 77 Сергей Белоусов, номер 3 Максим Деменко, капитан команды, автор гола «Жемчужины». Рикардо, Рикардо и, сейчас я посмотрю, и да, и номер 2 Саталкин. Вот это штрафной. Очень-очень опасно сыграл игрок, вышедший на замену Прошин и с «Желтой карточкой». «Желтая карточка». Очень опасно играл против Васи, начал подключаться левый полузащитник в атаку. Вот замена, да, Булыга выходит, вместо Сергея Белоусова. В игру вступает игрок под номером 10, Виталий Булыга. Виталий Булыга вышел на поле, начинает Черчесов, начинает тасовать, тасовать игроков, менять, надо поддерживать, нет, даже не поддерживать, надо увеличивать темп игры по-другому. По-другому, я думаю, что успеха не будет у «Жемчужины», если она будет играть под диктовку футболистов торпеда. У мяча Бояринцев простреливает, бьет нижний в угол, но вратарь на месте и четко забирает мяч в руки и будет вводить игру. Тренирует команду «Жемчужина» Стас Станислав Черчесов. Станислав Черчесов. Теперь о судьях. Сейчас посмотрим, кто у нас сегодня с протоколами. С протоколами мы их не получили, поэтому приходится разбираться самим. Судья в поле. Судья в поле Вячеслав Попов региональной категории из города Екатеринбурга. Ему помогают Илья Минцы, город Нижний Новгород, региональная категория. И Станислав Титко, город Каменогорск. Тоже региональные все три судья, региональную категорию. Дизерный судья, судья национальной категории Александр Гончар. Это сочинский судья, довольно знаменитый. Судил много матчей премьер-лиги и игры первой. Инспектор встречи Владимир Алексеевич Маньков из Санкт-Петербурга. Вот я вас познакомил со всеми действующими лицами сегодняшнего матча. А теперь давайте смотреть. 1-1. 1-1. 15-я, 50-я минута на табло. 60-е на табло. 1-1 счет. В первом тайме отличился Максим Деменко. Но во втором, да. И там также футболист Жемчужины Осипов. Кстати, неплохо проведший весь первый тайм. Сравнял счет ударом в собственные ворота. Пытаются разыграть мяч, поддержать мяч. Саталкин, Булыга сейчас на него играл. Не получается, игра в стеночку. Нету ее. Булыга из-за боковой будет вбрасывать мяч. Некому Саталкин прикрыт. Ракардо прикрыт. Приходится отдавать мяч сюда, назад. На Осипа. Осипов на Голбана. Голбан на правый фланг на Смольникова. Смольников отыгрывается с Зуевым. И по правому флангу набирает скорость. Пытается уйти от защитников Бояринцев. Не получается. Два игрока. Один накрывает, второй подстраховывает. И забирает мяч. Рикардо с мячом. Ну, можно же бить один раз, пробить? Вот Рикардо пробил. Защитник. Опять Зуев направо. И теперь Бояринцев будет навешивать. Делает вид, обыгрывает. И забрасывает мяч на Смольникова. Смольников остался на месте. Забрали защитники мяч. Вот сюда к Петрову. Который остался один между двумя. Между Голбаном и Осиповым. Осипов четко перехватывается передачу. Налево на Валиева. Налево на фланг. Давай, Максим. Деменко с мячом. Сможет обыграть? Нет. Уже страхует. Уже страхует. Булыга набрасывает сильно. Пытается набросить там в середине. Штрафной находится Рикардо, который не отличается высоким ростом. Но и этот навес, который абсолютно неоправдан. И мяч уходит за пределы поля. За пределы поля. Епифанов спешил. Прошло время его спешки. Теперь сравняв счет снова. Все успокаивается. И потихоньку он будет мяч вводить в игру. Я думаю, что вполне устраивает 1-1 счет ничья торпедовцев из Владимира. Ну, а если еще и выиграет, это вообще будет, я думаю, предел мечтаний сегодня. Потому что все-таки после поражения все рассчитывали на мощную, сильную игру жемчужины, которую необходимо было сегодня выигрывать. Но получается, что не получается. Не получается. И торпеда очень достойно выглядит сегодня в гостях. Останавливает, да, пытается Валиев украсть несколько метров. Сэкономить, будем говорить. Но судья четко посмотрел и вернул его на прежнюю позицию. Осипов. Осипов с мячом. Направо длинный. Перевод такой на Смольникова. Начинается атака жемчужиной по правому флангу. Бояринцев принимает мяч. Ну, на два метра, три можно было вперед. Сразу переводит сюда на Осипова. Но опять на свою половину поля. Нет остроты пока налево. Вот сейчас Валиев, наверное, что-то придумает. Пытается пойти в атаку. Теряет мяч. Очень неплохо подготовлены, мне кажется, физически футболисты торпеда. Они успевают таким масс-отбором. Рикарду придержал мяч? Нет, не успел. Чуть-чуть раньше надо было подать. Такой коллективный отбор у них не меньше двух-трех. А вот атака пошла опасная на воврота жемчужины. Чех страхует. Но неудачно, неудачно. Сюда мяч на номер, на 14-го номера. Петров заходит. Пробил, из-под ноги ушел мяч у Осипова. Очень опасно. Очень опасно для вратаря удар. Он теряет из виду мяч. И тот выскочил прям и мог вполне принести очередную неприятность. Судья определил, что мяч коснулся защитника. Угловой удар. Пошел подавать Зинин. Да, вот я и говорю, что Зинин у них все исполняет. Все стандарты в основном. Это угловые, штрафные. Ну и довольно удачно у него получается. Опасно, будем говорить. Вот навесы. Будет навес? Да. Навешивает. Опасно. Выбил мяч. Помог Зуев. Бояринцам на булыгу. Булыга. Вот свежий булыга. Нет. Накрывают. Накрывают защитники игроков. Денис Бояринцев уходит. Простреливает середину. Не получилось. Центральные четыре защитника в середине. И вся игра идет через центр поля. Через центр штрафной торпедовцев. А там четко играют защитники. Вот сейчас будет Зуев. Ну, получает мяч в середине. Идет направо. Уже, наверное, все в этом разобрались. Вот опасный навес. Нет. Вышел. Вышел Епифанов. И здорово. Удар. Гол. Нет. Нет. Блестяще сыграл вратарь. Ну, вот это реакция. Здорово проявил себя сейчас Епифанов. Буквально вытащив мяч из-под перекладины. Рикошет был очень опасен. Ну, вот вратарь. Вратарь. Когда говорят, играет. А сейчас он просто выручил команду. Выручил. Угловой. Булыга с мячом. Булыга. Рикардо. Просит, чтобы защитники отошли на положенную отметку. Ну, Трикардо рядом стоит. Вне игры абсолютно. Вышел. Выключен из игры. Рядом стоит ни в штрафной, ни в вратарской. Вот. Подает. Подает неплохо. Можно бить. Ну, промазал. Промазал такой мяч. Максим Деменко. Нет. Пытается уйти. Не получается. Рикошетов несколько. Только не дадут. Не дадут торпедовцы. Успокоивают игру. Выбивают мяч за пределы поля. Бояринца справа фланга вводит мяч в игру. Рикардо. Рикардо ждет мяча. Его держат. Ну, получил он. Получил. Посмотрим, что он сможет сделать. Ничего. Потерял. В борьбе пытался бороться за мяч. Ничего. У него не получилось. Потеря. Смольников. Смольников навешивает. Навешивает. Ну, можно перебрасывать. Булыга бил. Бил по воротам. Тоже не попал по мячу угловой. Угловой. Аут. Не усмотрел боковой, что мяч пересек линию. Наверное, не пересек. Весь не пересек. Потому что, все вы знаете по правилам, полностью мяч должен уйти за пределы поля. Не успеет. Не успевает. Бояринца. Сильная передача со стороны Зуева. Показывает, что быстрее, быстрее надо вводить мяч в игру вратарю. Я думаю, что с таким вводом мяча вполне возможно, что Епифанов может заработать к концу тайма желтую карточку. Судья уже один раз его предупредил. Сейчас будет выбивать мяч в поле. Выбил. Выиграть? Нет. Не выиграли. Шемчужинцы. Жуев. Жуев. Осипов на правый фланг. Что-то не получилось у людей, которые организуют. Вот хорошая передача. Ну, не урон. Ну, Булыга. Можно. Можно делать игру. Передача в середину. Нет. Нет. Чуть-чуть сильно не успевал. Не успевал Деменко. В падении пытался достать до мяча. Разрежили обстановку. Вот защитники Владимира. Сейчас Булыга справа фланга будет делать прострел на вес. Оживились сочинские фанаты. Только жемчужина, только победа. Петров вернулся назад, отборолся, выиграл мяч. Но ненадолго. Вот Рикардо ушел. Уходит от девятого номера у нас, от Малышева. Еще дальше продолжает контролировать мяч. Ну, и уткнулся в защитника. Вместо того, чтобы отдать кому-то или хотя бы пробить, не получилось у него. Булыга. Булыга мяч. Сейчас, что чаще и чаще, я думаю, от футболистов торпеду будет уходить за пределы. Пропускал мяч. Пропускал мяч Саталкин. Центральный нападающий. Вот видите, за первые, вот сколько минут прошло, за 15 минут, 18, я впервые тоже называю фамилию Саталкин. А это нападающий. Должен угрожать воротам. Пока не угрожает. Пока больше идет угроза от средней линии, от Булыги. Я думаю, ну, у кого? От Деменко. И все. И все. Больше пока воротам Владимира никто не угрожает. Осипов выигрывает борьбу у Малышева. Булыга играет с Зуевым. Зуевым передерживает. Чуть-чуть предельно перевести можно на правый фланг. Передача нет. Все это мелко. Все это держат. Хотя есть возможность длинной передачи сразу же отрезать несколько игроков. Нет. Не хотят. Чех с Осиповым. Начинают атаку Осипов с мячом. В борьбу вот дошел. Дошел до Малышева. Поборолся с ним Малышев. И мяч опять у Чеха. Теперь голбом. Такое впечатление, что же футболисты-жемчужины никак не могут понять, что же им делать. Через кого играть. Кто поведет игру. Все это защита. Защита держит мяч. Ждут каких-то предложений. А их нету. Ну вот сейчас Бояринцев на правом фланге сыграл. Стеночку хотел сыграть с Отталкиным. Не получилось. И вот Булыги приходится отрабатывать. Бежит назад. Нет. Петров. Петров технично придержал мяч. Отдал сюда в середину. Вышедшему на замену. Игроку. А тот на левый фланг. Все. Вот это. Сегодня вот эта тактика Владимира. Она вполне оправдана. Вполне устраивает их. Команда не проигрывает. 1-1. 1-1. А время идет. Время идет. Остается играть около 20-25 минут. На табло, по отметке на табло, играть еще 20 минут. Но судья начал игру немножко позже. Я думаю, что еще минут 25 еще есть у «Жемчужины», чтобы сравнять счет. Замена в команде. Готовится в команде Владимира. Ушел вместо 10-го номера. Вместо 10-го номера. Вместо Делькина вышел Гацко. Гацко заменил. Делькин покинул поле. Не игры. Не игры. Чек забирает мяч. Направо, на Смольникова. Я не вижу какой-то решимости у «Жемчужины», чтобы обязательно выиграть игру. Всеми силами бросить вперед. Почему-то какая-то неуверенность или какая-то боязнь, что можно пропустить контратаку. Но я не думаю, что 1-1 устраивает хозяев поля. Абсолютно этот счет не может устроить команду после двух поражений на выезде. Дома ничьи. Одина победа была. Поэтому тут сегодня, для того, чтобы не разуверились фанаты вообще, надо сегодня побеждать «Жемчужине». Вот Смольников. Ну, можно пробить на правый фланг. Обычно все это понятно. Сейчас Денис Бояринцев снова Смольников. Ну и бил. Вернее, не бил, а простреливал низом воротов. Не точно. Перехватили «Жемчужины». Ночь Смольников. Снова Смольников с мячом. Думал, Булыгал уже завладел мячом. Но все-таки удалось ему его отобрать. Стеночку играет Сикардо. Ушел хорошо, придержал мяч. И мягкий наброс такой рядом. То ли удар, то ли наброс на вратарскую. Мяч за пределы поля ушел. Ну вот еще и у «Жемчужины» замена. Вместо 11 номера. Рикардо. Да. Дождались. Замена в футбольном клубе «Жемчужина» в Сочи. Вместо выступавшего под номером 11 Рикардо. Да. Ну, выходит Ковальчук, по-моему. По-моему, выходит номер... В игру вступает игрок под номером 13 Владислав Рыжков. Рыжков? Ну, Рыжков тогда я извиняюсь. Рыжков вместо Рикардо. Ну, я думаю, что замена Рикардо напрашивалась давно. Я думал, что он вообще заменит его, Черчесов заменит его после первой половины. Но вот он дал ему поиграть еще минут 15-20. Второй, что не принесло абсолютно никаких дивидендов ни игроку, ни «Жемчужине». Валеев на левом фланге. Васиев на левом фланге. Опять отыгрывает Голбану. Вот какая-то вот эта тактика у «Жемчужины». Она такая... Все, начинается от защиты. Сейчас опять вернут назад. Голбан опять с мячом. Сюда в середину Зуеву. Поджимают защитники. Выходят со своей половиной полю. Теперь Васиев опять на левом фланге. Рыжков назад. Осипов. Это уже за пределами чужая половина. Перевод на Смольникова. Не точно. Вернее точно. Но не сыграл Смольников с ошибкой. И упустил мяч за пределы поля. Теперь началось как бы соревнование между тренерами. По заменам. Замена у «Жемчужины». Замена у «Торпедов». Вот опять. Теперь «Торпедовцы» меняют. Да, вот. Да, нет. Что-то судья усмотрел неправильно в форме. Или не ту взял не ту табличку с номером. Кто-то уходит запасной, возвращается к своей скамейке. Игра будет продолжена, наверное. Вот я смотрю, что Черчесов не садится уже на скамейку. Он находится все время у кромки поля. У кромки поля. Ну, не знаю, что-то он должен все-таки подсказать, наверное, сказать. Игра началась. Замена будет. Замена будет. Вернулся игрок сюда к резервному суде. Опасно. Опасная атака. Опасно по правому флангу подключается игрок. Черпачком заброс. И пробить. Пробил. Пробил во вратаря Зинин. Вот. Играет. Играет неплохо Владимир все-таки. Я считаю. Хорошей контратаки. Заканчивается ударом, поворотом. Ну вот. Максим Деменко упирается в одного. Второго хорошо обыгрывает. Есть такое полотерским приемом. Нет. Дает играть. Штрафной был вот со стороны «Жемчужины». Мячем белых. Поэтому судья не дал свистка. Да. Ушел. Ушел. Это Черчесов уже начинает судить матч. Он поднял руку. Замена. 20 номер уходит с поля. А кто у нас 20 номер? 20 выходит. А девятый. Замена по полной группе. Поля Малышев. Это нападающий. 9. Валерия Малышева. В игру вступает игрок под номером 20. Максим Зимарев. Зимарев. Малышев, я думаю, набегался сегодня. И заслуживает и отдыха, и замены. Зимарев вышел. Зимарев. Сейчас в это время, конечно, необходимо выпускать свежих игроков. Что и делают оба тренера. Ну, вот какой, каков результат будет. Кто угадает с заменами, это мы узнаем, наверное, в конце матча. Смольников набирает ход. Можно входить в штрафную. Сможет или нет. Набраво. Кому? Зачем передача? Ну, видно было, что туда не успевает все-таки Рыжков. Отдает ему. У Смольников на ходу был, мог бы и входить куда-то в штрафную. Может быть, что-то бы получилось. Зоя с мячом бросает на Рыжкова. Рыжков поскользнулся. Упал на линии штрафной. Такое неуклюжее падение какое-то. 15 номер у Жемчужины. Тоже замена. Тоже замена. Замена в футбольном клубе Жемчужина Сочи. Вместо выступавшего под номером 22 Никиты Заталкина. Ну, да, Заталкина заменили. В игру вступает игрок под номером 15 Николай Иванников. Николай Иванников в нападении. Соталкин тоже сегодня не блеснул особенно. Хотя вот Черчеслав, ну, это положено, благодарить его за игру. В общем, замененные игроки ни Рикардо, ни Соталкин особенно себя не проявили. Игроки, которые, наверное, на которых надеются и тренер, и болельщики. Ну, хочу вам отметить то, что фанаты Жемчужины не так активны, как обычно. Настроение у них не очень. А вот торпедовские фанаты, которые, как мне сказали, добирались почти до Сочи двое или трое суток. Самолет и поезд посадили в Краснодар самолет. И им пришлось добираться сюда на автобусе, довольно себя уютно и хорошо чувствуют под дождливым небом в Сочи. Хлопают, флаги развесили свои. И ни в чем не уступают фанатам Жемчужины. Ну, надо прибавлять Жемчужинским игрокам, чтобы настроение улучшилось как у болельщиков, так и у фанатов. Ну, и у тренеров, наверное, тоже четко разыгрывают. Оп, опасно, нельзя так играть. Нельзя так играть. Очередная желтая. Это уже вышедшие на замену игроки начинают годско штрафован. Сил много, энергии много, поэтому надо ее куда-то отдавать. Ну, вот, если не в голы, то в ноги по ногам соперника. Ну, и желтая карточка очередная. Правый фланг. Наигранная такая уже комбинация голбан-сидельников. Вот сюда, назад, Осипову, Смольникову, Смольникову, Осипову, голбану. Вот сейчас он забросил сюда в середину, но не получилось. Не получил, не достал мяч, не дошел мяч до, кто у нас вышел вместо Саталкина. Я еще раз хочу сказать, что протокола сегодня у нас нету, и сложновато работать нам, потому что разные протоколы, и дождь идет, и поэтому трудно, трудно немножко, но поправимо. Будем пытаться сделать так, чтобы более точно все рассказать вам, кто с мячом, кто играет на левом фланге. Игрок под номером 19. Осипов слева переместился на левый фланг, голбан там в середине. Зуев, Смольников уже не идет, Рыжков в середине поля. Как-то вот я вам хочу сказать, что такое впечатление никак не знают футболисты Жемчужины, что же делать. Вот опасно пролетел мяч, ну обыгрывай же. Не получилось, не получилось. Так хорошо, так хорошо принял мяч. Сейчас я посмотрю, кто у нас, кто у нас этот игрок, вышедший на... Иванников. Ну и так вот он уперся в защитника, и не получилось завершить такую хорошую передачу. Осипов назад на Чеха. Чех сюда направо, на голбана. Как, наверное, сравнение такое сделать уместно, неуместно. Как слепые котята, футболисты Жемчужины, утыкаются, ну нету такой контратаки, нету резкого перехода от обороны к атаке, минуя даже иногда полузащиту. Нету скорости, нету фланговых атак. Ну вот, я не думаю, что с такой игрой просто обыграть футболистов торпедой из Владимира. Осипов с мячом, сюда передачу, Булыга, Гименко, Налурт хорошо передал, Рыжков в середину. Падал, падал, не получилось. Гацко пропускает мяч сюда за пределы поля. Сейчас бросил Васю в мяч сюда в середину, опять с мячом защитники. Волбан не точно, не точно на Смолникова. Не точно. Аут, аут. Кто будет выбрасывать? Торпедовцы? Торпедовцы выбрасывают, не спешат. И не спешат. Ну вот. С первого тайма матча Палтика Алания, счет 0-2. Ну вот, сейчас диктор по стадиону объявил результаты матча, и лидеры выигрывают. Мордовия 3-0 выигрывает на выезде, Алания выигрывает после первого тайма. Так что жемчужине надо выигрывать, чтобы возвращаться хотя бы туда, ближе к заветной восьмерке. Вот Булыга в середине держит мяч, направо переводит на Смольникова, по правому флангу в середине передача Булыга с мячом. Не дают, вяжут, здорово очень играют, 2-3, такой коллективный, еще раз повторяю, отбор. Не дают даже развернуться, провести удар. Вот хорошая передача, нет, не игры. Смольников поймал мяч, остановил, перебрасывал через вратаря, что судья поднял боковой флаг, и не игры, не игры. Еще раз говорю, за всю игру практически ни одного удара мы не увидели, и ждали у футболистов жемчужины. Вот этот один был за пределы штрафной, но это была массированная атака, и рикошет, это когда вратарь сыграл, здорово перевел мяч на угловой. Ну вот и все, и все, не дают. Не потому, что не хочет жемчужину пробить, наверное, они все знают, что в такую погоду надо бить поворотом. Не дают футболисты Владимира свободно действовать, получать мяч, обрабатывать. Дают свободно защитникам, когда те держат мяч, не опасно, контролируют. Вот ускоряется Гацко, сейчас будет обыгрывать штрафной, вышел из штрафной, отдает налево, точно, четко, и прострел. Навес опасный, в прыжке пытается нападающий обыграть, обыграть защитника, не получается, не уходит мяч из предела в ростарском. Чех достал, с трудом достал мяч, вполне мог он перелететь, и тут уже где-то должна была быть голова Петрова рядом. Булыга направо, в середину поля, Зуев передержал мяч, отняли, долго, нет, не получается, не получится ничего с такой игрой, медленной, штрафной. Зуеву ничего не оставалось, как с нарушением правил отобрать этот мяч, штрафной. Я думаю, сейчас футболисты Владимира долго будут устанавливать мяч, потом пробьют, пробьют. Да, да, нерадостная картина сегодня перед фанатами «Жемчужины», и я думаю, что и у Черчесова тоже настроение не ахрит. Надо все переносить, наверное, стойко, и думать, разбираться, почему команда, которая начала так уверенно чемпионат, вот где-то к 13-му туру, как-то игра вся разладилась, пропала, футболистов не поменялись. Нет, просто сегодня в середине, да, будет штрафной бить, разбегается, закручивает в Нижнюк, у него нет сегодня на поле Гитареева, но я не думаю, что один игрок может решить вопрос так кардинально, что вот если был бы Гитареев, то команда «Жемчужины» обыграла бы 3-0. Попадополоса нет, согласен тоже нападающего, который мог, вот это, я думаю, потеря. Ну, а Гитареев, вы знаете, что вчера, еще раз напомню, отыграл матч за сборную Казахстана, успешно, Казахи выиграли со счетом 2-1, и он провел все 90 минут на футбольном поле. Ну, конечно, безусловно, помог бы команде, но его нет сегодня. Наверное, будем ждать возвращения Попадополоса, Вештицы, которые тоже, но это долго ждать. Сегодня нужны очки, сегодня нужен результат, игра нужна, которой, к сожалению, пока у «Жемчужины» нет. Епифанов выбивает, сильно, сюда наполовину «Жемчужин» досталось, Зуев отыгрался опять с Осиповым назад, продвижение, нету остроты, нету неожиданных ходов, те, которые могут привести к какому-то, вот, чтобы это было бы неожиданное для соперника. Все предсказуемо, мяч у защитников, раз-два-три передачи, передача на правый фланг на Смольникова, оттуда атака или опять возвращает все назад. Вот и вся игра. Или на левом фланге Булыга немножко вышел в свежий Булыга, активизировал левый фланг и все. Но остроты и голевых моментов как не было, так их и нет. У мяча штрафной, у мяча Булыга, ну, нужен хотя бы один удар, который бы прошел. Осипов может пробьет, нет, нет, будет Булыга бить. Осипов пошел вперед, да, можно бить, можно бить удар. Хороший опасный удар, выпускает мяч из рук Епифанов, мяч попадает ему в грудь, некому добивать. Некому добивать мяч с мячом полузащитник, полузащитник жемчужины Белоусов. На угловой отправили мяч защитнике торпеда. Смольников подает, к нему подходит, не надо, надо навешивать, это опасно. Но удар! Нет, выше. Выше ворот, рядом с левым верхним углом уходит мяч за пределы поля. Играл Иванников, невысокого роста нападающий, форвард. Опасно сыграл, опередил всех, но, к сожалению, не точно, не точно. Епифанов устанавливает мяч, судья пока не смотрит на него. Сейчас будет призывать, чтобы побыстрее мяч водили в игру. В пределах 10 минут до конца матча, 1-1, 1-1. И второй тайм, после того, как футболисты Владимира забили гол, как-то проходит без опасных моментов. Без опасных моментов. Единственный очень опасный момент был после нанесения ударов из-за предела штрафной футболистами жемчужины. Мяч срикошетил об кого-то из защитников. И прекрасно сыграл голкипер Владимира. Епифанов среагировал, он перевел мяч на угловой, успел подставить руку. Выиграла борьбу торпеда, лежит защитник, ждет решения судьи. Судья не реагирует. Приходится бороться с защитником жемчужины, выбивать мяч. Выбили, выбили Максим Деменко. Вот, может быть, контратака? Нет, не успеет. Не успеет Булыга, получает по ногам. Идет борьба в середине поля. Свисток, свисток, свисток. Остановливается мяч. Каратыгин играл, и нарушили правила футболисты жемчужины. Будет, ну, очень часто, очень часто брал на себя игру. Такие моменты, когда не получалось. Капитан команды Максим Деменко. Ну, и в этот раз он и гол забил, но вот сейчас как-то он тоже сник. И Деменко сник. Вот хорошая перекидка сюда в середину. Иванников на правый фланг, на Бояринцева. Ну, можешь набирать скорость, обыгрывать. Брасывает направо на... Пропала опасность. Туда в угол загоняет Деменко. Деменко сейчас приходится бороться, чтобы вылезти из этого угла. Теряет много сил. И, скорее всего, нет, не потеряет. Хороший пас на Бояринцева. Прострел? Нет. Ну, можно забивать. Нет, вовремя. Вовремя появляется центральный защитник. И выбил мяч за пределы поля. Неудачная передача такая. Так хорошо пошла атака. А передача для Максима Деменко была неудачной. И надо ему вместо того, чтобы сразу пробить по воротам, пришлось бороться за мяч, отнимать. И с такой игрой на таком поле теряется очень много сил. Не успел к мячу Булыга. Мяч выбили за пределы поля. Сейчас будет вешать Голбан на ворота. Не получилось. Потеряли мяч. Пойдет контратака. Контратака Владимировцев. Нет. Нет, не спешат. Особо такой резвости нет. Но идут вперед. Идут вперед с мячом. По левому флангу. Будет ускоряться сейчас Гацко, наверное. Нет. Свалил. Свалил Зуев. Руками уложил на газон. Нападающего. И все. Никто не идет к мячу. А если торпедов сюда, скорее всего, это будет делать... 50-х. Зи. Зинин. Зинин не подает, а подает, по-моему... Зимарев. Да, заменивший выше на Зимарев. Ну вот. Командует центральный нападающий. Никаких контратак. Вот сильный удар по воротам. Сначала выскочил Чех на мяч. Потом быстро вернулся. И забрал мяч в руки. Смольников сюда направо. Никак не получается. Игра у «Жемчужины». Быстро контратака. Все это увяжется в оборонительных порядках торпедовцев. Булыга с мячом обыграл одного, второго и назад. Потерял мяч. Третий. Третий подстраховавший игрок четко выбил мяч у него из-за боли. Вот в середине Булыга. Зуев. Смольникова подключает к атаке. Продолжение будет или нет? Да, поскользнулся. Защитник. Что-то получается. И вот Денис Бояринцев навешивает, не дотягивается до мяча. Деменко. В борьбе не дает защитнике спокойной жизни никому из футболистов «Жемчужины». И выигрывает. Выигрывает практически все единоборства. И что в воздухе, внизу. Так что до конца матча остается немного. Около 5-7 минут. 1-1. Я думаю, что с такой игрой навряд ли «Жемчужина» одержит сегодня победу. Я думаю, что я считаю, что если после ничьей дома, когда добилась торпеда «Владимир» ничью, а сейчас на выезде ничья, то это вполне нормальный исход и нормальное положение дел. Но вот что «Жемчужина» на выезде после двух поражений сегодня дома теряет два очка, это, конечно, не входит ни в какие ворота. Все это не точно. Опять прострелы. Все эти прострелы в штрафную не принесли пока ни единого такого опасного момента. Разыграли. Все перекрыты, все пути перекрыты, все опасно, опасно. Нет, нельзя Максиму так ввести себя. Сейчас он получит еще «Желтую» и, соответственно, вторую «Красную». Сейчас он посмотрит. Ну, напрасно возмущается. Максим Деменко имеет «Желтую карточку». Чуть-чуть он не отхватил, будем говорить, вторую «Желтую», которая бы влекла бы автоматически к удалению с поля. Нельзя делать это капитану. Понятно, что хочется забить, хочется выиграть. Но надо это делать все другим путем. Епифанов выбил сильно середину. Руки. Не были руки. Судья близко. Разыгрывает. Все как-то четко и вовремя получается. Зимарев здесь на правом фланге. Потерял мяч. Здорово борются, конечно, торпедовцы. Отдают сегодня от себя все, все себя игру. Играет самоотверженно. И они, видно, вышли очень настроены, настроены на такую, на эту игру. Ну вот, фанаты проснулись в Сочинской вперед за Сочи. Вот кому вперед, неизвестно. Булыга назад, на Осипова. И надо вешать, а вешать туда некому. Надо уже и не навала нету никакого. Даже навал не могут организовать футболисты «Жемчужины», чтобы как бы прижать как-то команду гостей, чтобы начать ошибаться, чтобы они начали ошибаться, чтобы создались хоть какие-то опасные моменты. Но нету, нету этого чего. Зуев отнял, забрал мяч. А вот передача не точна. Рыжков пропускает очень здорово «Бояринцев». Выход один на один. У Иванникова не получается. Не получается. Четко вышел из ворот. Вовремя вышел из ворот Епифа. И забрал мяч. Следующий матч. Вот уже Виктор объявляет, когда будет у «Жемчужины» следующий матч. 7 июня. Нижний Новгород приедет к сочинцам, которые сейчас в Новороссийске выигрывают со счетом 1-0. Я не думаю, что игра с Нижним Новгородом тоже будет легкой. И легкой добычей футболиста Нижнего Новгорода окажется за футболистов «Жемчужины». Ну, посмотрим. Седьмого недолго ждать. Зуев с мячом в середине. Я так понимаю, что Зуев должен начинать атаки, ввести игру. Ну, у него одна в середине, пас направо. Вот сейчас Смольников простреливает. Не дождь. Ну, забивает. Есть, Бояринцев. Ну, наконец-то. Ошибка в середине. Мяч пролетает. Иванников. Иванников борется в середине. Мяч откакивает прямо на ногу. Бояринцеву и Денис буквально с лицевой ленточки ворот забивает мяч в ворота. 2-1. 2-1. На табло время заканчивается. Сейчас, я думаю, что покажет. Три минуты. Три минуты добавляет судья в поле. Вовремя оказался Денис Бояринцев на дальней штанге. И замкнул эту передачу. Уважаемые боевщики. Да, Смольников добился все-таки своего. На 90-й минуте. Гол в ворота футбольного клуба «Торпеда». Забил игрок под номером 7. Поможем диктору Денис Бояринцев. 2-1. Бояринцев. Ну, все-таки, вот критика наша моя, наверное, дошла до Смольникова. Наконец-то прошла его передача. Та, которая необходима, если он так играет по правому флангу. Вот первая. И она оказалась результативной. Побольше таких прострелов. В такую погоду. Мяч скользкий. Защитники играли все здорово. Все, но это ошибка. Тут нельзя винить никого. Ни вратаря, ни защиту. Мяч. Ну, еще, наверное, Иванников здорово поборолся там. Отлег на себя внимание. А Бояринцев делал свое дело до конца. 2-1. Не видно эмоций таких больших, сильных у Черчесова. Но я, безусловно, он, наверное, рад этому голу. Потому что, все-таки, эта победа должна придать уверенности команде. Если мы, вот, все-таки, подзабрали 3 очка, те, которые, Жемчужина, которые необходимы, они просто сегодня. Даже при такой игре, эти 3 очка, как обычно тренеры говорят, игрой недовольны. Но результат, который вот они достигли, это сегодня отвечает этому требованию. Ну, вот, наверное, последние две минуты. И я думаю, что Жемчужина не будет больше стремиться вперед. Потому что Осипов-Голбан, Чех. Сейчас надо вводить мяч. Вводит сильным ударом сюда вперед. Денис Бояриц. Вот он справа играет и оказался вовремя, все-таки, на левом фланге, когда замыкал эту атаку. Подскользнулся защитник. Нет, игра рукой. Подыграл себе рукой. Быстро разыграли. Не дает. Нет, не дает. Не дает продолжить игру. Булыга будет подавать. Идет на подачу углового. Страфного упал в защитнике, мяч ему попал в руку. Судья определил штрафной удар. Штрафной удар будет не спешить. Не спешит совершенно уместно. Сегодня это уже вторая тактика. Ну, вот навес. Но надо было идти. Надо было идти Иванникову. Он затормозил свой ход перед Смольников. Направо, на Бояринцева. Туда 14 номер отыгрывает Васиев тут в середину. Нет, все. По-моему, торпеда Владимирцы после игры, после такой игры, надломлены уже. И они понимают, что в течение этой минуты сложно будет сейчас отыграться. Да, все. Свечит форминиальный свисток в суде. Матч между командами «Жемчуга» на «Шочи», «Шочи» и торпеда Владимир завершен.